Сооружение, которое не разрушено, это церковь Святой Кирияки. Оно построено на месте очень древней базилики Христополитисы, где по преданию к одному из этих столбов, где-то табличка должна быть, здесь, поищем эту табличку, был привязан апостол Петр, который находился в паломничестве здесь на Кипре, и был наказан плетьми. Возраст этой базилики относят к доримскому периоду, это, наверное, первый век до нашей эры, до еще раннего христианства. Вот, собственно, эти остатки этой базилики. И вот на ее фундаменте, на ее месте, спустя много лет, не помню точно возраст этой церкви, по-моему, это 15 век, 15 век нашей эры, и в 15 веке была построена церковь Святой Кирияки. В ней церковь действующая, в ней идет служба. Сейчас мы посмотрим, если там открыто, попробуем зайти внутрь, а так в прошлые разы внутрь я попадал. Вот, посмотрите, колонны. Можно потрогать историю руками. Представьте себе, что эта колонна была сделана в первом веке до нашей эры. Посмотрите, вот фонтанчик, бассейн был на месте, на этом месте. Атриум. Это уже сооружение 4-7 век нашей эры. На одном и том же месте, конечно же, много что перестраивалось. Здесь до сих пор идут раскопки. Ученые, археологи находят много интересного. Вот и тут мозаики. Видите, практически в каждом древнем сооружении на полу была мозаика. Вот, посмотрите, какая колоннада. Частично сохранившаяся мозаика, колоннада. И церковь Святой Кирияки. Вот сохранившиеся арочные сооружения. Дворец епископа 6 век. Обратите внимание, вон мозаика выглядывает из-под покрова каменного. Кого же даже не очищают, не реставрируют. Вон там резьба. Очень интересная. Конечно, вот такого рода неразрушенные, скажем так, сооружения. Они более интересны, чем просто какое-то нагромождение камней. К сожалению, видите, они не такие старые, не такие древние. Вон колонна стяжками закреплена. Вот наверху примерно показали, как выглядели резные пилоны. Барельефы. Вот они валяются на земле. Все равно наблюдая за вот этими грандиозными, величественными, огромными сооружениями, и понимая, что это все было сделано много-много лет назад, ощущается некая атмосфера. Я бы сказал, по-нашему, крутости. Кто же такая эта святая кирияка? Наверное, мы уже самостоятельно с вами погуглим, чтобы понимать. Ну, как я уже говорил, Типр это место монастырей, храмов, церквей, религиозных святынь. Поэтому, кому эта тема близка, интересно, здесь будет много чего посмотреть. Мозаика под открытым небом. Если мы наблюдали мозаику в доме Диониса под крышей, ну, сравните там второй век нашей эры. Это, наверное, пятнадцатый век. Хотя тут очень заметно, что получается церковь была построена на останках фундамента, вот буквально на полу. базилики христополитисы. Тоже, кстати, интересное название, как оно образовалось. Надо будет изучить. Вот опять местные животные. кс-кс-кс-кс-кс. Очень много тут кошек, котов. Не очень большое пространство здесь, но зато это бесплатный музей. Бесплатный музей. Просто заходишь и смотришь. Мы никакие билеты не покупали. просто зашли и смотрим. А вот действующая церковь. Мы в нее заходить не будем, но просто посмотрим, что там идет. Вот. Продолжение следует... Ароматы ладана, свечей... Вот дворик... Обратите внимание, люки... Интересно, они ведут в подземные помещения... Недоступные для туристов... Вон, видите, желтые... Арки... Некоторые арки... Прямо видно, что... Целенькие, целенькие... Без изломов, трещин... Сколов... Странно... Вот, допустим, та арка... Понятно, что уже видно, что она вся... Побита временем... А вот эти две... То ли они восстановлены... Совсем недавно... Латинская церковь... Латинская церковь... 13-14 век... Видите, сколько здесь объектов было на этой площади... Это разным цветом показаны... Объекты разного времени... То есть здесь уже было огромное нагромождение... Различных сооружений религиозных... На одном и том же месте... Одно разрушали... Другое... Строили... И вот так по кругу... Из того же материала... Разбирали одно... Сооружали другое... Это место находится... Совсем недалеко от порта... Пафоса... Или там от автостанции... Если... Еще один... Метку... Вспомнить... От автостанции... Я шел... Здесь буквально... Пять минут... Сейчас туда... Вернусь... Чтоб... Поехать на автобусе... Смотрите... Интересная какая-то колонна... Оригинальным... С округлением... А вот, кстати, она, наверное, и есть... Та, где... Был... Наказан... Святой Петр... Сейчас посмотрим... В табличке подойдем поближе... Да... Это, в общем-то, она и есть... Эта колонна... Где... По преданию... Святой Петр... Был привязан... И... Избит... Плетьми... За какое деяние... К сожалению... Тоже вам не скажу... Так как религиозные... Вообще мотивы... Религиозные темы... Несколько далеки... От меня... Ну... Вот... Место такого почитания... Тоже есть... Смотрите... Там... Подставочки... Под колонны... Какие интересные... Смотрите... Ну... Вот... Мы здесь были... В археологическом парке... Здесь мы заходили... Вот... Замок... Колоннес... 18... Саранток... Колоннес... Потом шли... К Адеону... Маяк... Со смотровой площадкой... Дом Дионисия... Дом Тесея... Замок Пафоса... Со смотровой площадкой... Вот... На этих объектах... Еще... Одинокая... Колонна... Более-менее... Целого вида... Отреставрированная... Ну... В общем-то... Мы обошли... По кругу... Все это место... Конечно... Тем... Кто... Мало интересуется... Историей... Тем более... Религией... Может быть... И неинтересно... Смотреть на эти камни... Но... Лично для меня... Тоже... Скажем так... Имеющего... Малое отношение... К религии... Интересно... Все-таки... Прикоснуться... Именно... К реальным... Историческим... Вещам... Пусть даже это... Камни... Когда они находятся не за стеклом... В каком-то музее... А именно... До них можно дотронуться... Пощупать... Посмотреть близко-близко... Ощутить атмосферу... Всего этого... Вот в этом... Как бы... Ценности для меня таких мест... Ну... Ценность... Скажем так... Не... Не... Небольшая... В том плане... Что... Ну вот я посмотрел... И как бы мне достаточно... То есть... Если где-то на Хипре... Наверняка... Есть еще... Какие-то достопримечательности... Где я не был... Ну например... Катакомбы... И рабницы... То я думаю... Что я уже... Они примерно в таком же состоянии... И я думаю... Что... Туда уже я... Навряд ли... Соберусь... Все... На этом... Прощаюсь с вами... Приезжайте... Смотрите... Теперь вы имеете... Небольшое представление о всем этом... Но... Атмосферу места... Конечно... Кроме как... Ощутив самостоятельно... Никогда... Через... Не передать... Через экран... Телевизора или монитора... Все... Всем пока...